Ола, амигос! Как прекрасен этот мир, посмотри! Не, ну а чего? А, вы же еще не в теме. Ну тогда к делам скромным британским монаршам. А, ну и да, сегодня расширенный видос для подписчиков на Бусти. Так как не все, что хочется сказать, тут можется. А там с цензурой попроще. Да и какое-никакое, а мне по спори. Подписка от 100 рублей, чашка кофе, шоколадка или клетка яиц. А, с яйцами сейчас сложнее. Все ссылки в описании. Так вот, все же в теме, что Чарльз III в больничку заехал. Ну там концепция сложна и непонятна. То ли общий вектор движения Британии сказался, то ли со здоровьем что. Но если отталкиваться от политкорректных заголовков, то было решено провести интимную операцию. Но, собственно, и результат снова в прессе. Гарант и защитник британского королевства Чарльз III, он же Карл III, будет отстранен от управления угодьями своими на месяц, на срок, необходимый для реабилитации. И про интимную операцию я понял. А вот чем дело-то закончилось не совсем. Ну просветили бы хитрецы. Но там все еще вот Божий храни короля или по старинке, как в последние лет 70. Будем ждать подробностей. Единственное, что известно, что на его призыв последовать примеру откликнулось с народу столько, что на сайте Национальной службы здравоохранения запросы, хотя бы как у Чарльза, фиксируются каждые 5 секунд. А в садах тем временем технологии дополненной реальности брали новые высоты. Ну, вроде как. И нет, я не про имплантацию чипа от Илона Маска. Прям в мозг. Хотя, исходя из его сообщений, прошла она успешно. Челик восстанавливается и в дальнейшем сможет управлять смартфоном и компьютером силой мысли. Пока, правда, парень купил Теслу, всем, кого помнил, оформил платную подписку в Твиттере и записался добровольцем для полета на Марс. Ну, в один конец. Но это не точно. И вообще, я не об этом. Я про выпуск новостей, где вместо субтитров и синхрона решили внедрить комментарии ведущих. Или микрофон выключить забыли. Да какая разница? Господи, спасибо тебе за демократию нашу и Джо Светило. Вот и что, словно коршун на защите нации стоит. Все же в теме, что там у ковбоев техасских недопонимашка нарисовалась. И что вы думаете? Себя не помня. А, нет, это перебор. Просто на защиту нации встал и заявил. Вот аж гордость до мурашек пробивает. Сказал, значит, что готов принять незамедлительные меры, если Конгресс поддержит и бабла за океан на юга отслюняют. И вот тогда границу наши защитит. Если бы республиканцы в колеса не ставили палки, я бы уже вчера все вопросы за границей порешал. Я бы вот все закрыл и всех выкинул. Ядрить. Этот кадр сейчас прямо в Штатах очередной замес устроит. Подруге, правда, потом извиняться пришлось. Ну, типа, это было другое, это вырвано из контекста и понимать надо. А она нет сказать хотела. На незнание языка на должном уровне посетовала. В общем, сердечно и глубоко извинилась. И насколько глубоко не уточняется. Посмотрим, будут ли еще эфиры. Пока сказать сложно. Но там еще до кости вот по Африке. Кариночка забавный речь толкала. Но это только для подписчиков на бусте. Тут, увы, никак. Свободы слова не позволяют. А помните это в скрижалях выбитое? Разделяй и властвуй. Не, не, это... Не можешь победить вас, Глайв. Во. Но там это и к воинам, и к топам, и к безобразиям относилось. Фразочку эту и Бисмарку, Суворову и Макиявелли приписывали. Но так следите за обновлениями. Теперь в разряд цитируемых. Фемке Халсэма ворвалась. Мэр Амстердама. Поведала тут люду местному, что под ее чутким руководством городишка-то стал эталоном чистоты и белизны. Ну вот прям первоклассным, да без примесей. И пока, значит, она бюджета на велосипеды и зеленую повесточку сливала. Ответственные граждане уже в альтернативной реальности новые высоты брали. И, друзья, озвучивать о чем именно речь я не буду. Ну, хостинг плохо к таким вещам относится. Ну вот, помните, в Белом доме пакетик нашли чей-то и с чем-то. Ну вот теперь возведите это в масштаб целого города и уровень такой, что от пыли и взвеси этой. Полиция, накрывая притоны, уже с порога забывала, зачем она там пришла и кто они такие вообще. Ну вот и поделилась тетя мыслями, что их драконовские методы в борьбе со всей этой гадостью плоды не приносят. Криминализации, сроки, суды и нетерпимость. И самое важное, забота о здоровье граждан и поколений не помогали. А уж сколько на эту борьбу бабла уходило, мам, не горюй. А толку ноль. И вообще вся эта затея, по словам мэра, и дословно порочна и контрпродуктивна. А до кучи еще вот финансовые сложности и кризисы разные. А значит, что? Правильно. Тот, кто нам мешает, тот нам поможет. Нужно легализовать это дело. И речь не о всякой растительности, это все о тяжелых. И начать самостоятельно регулировать и поставки, и закупки. Но чтобы нарушить модель доходов недобросовестных преступников, это тоже дословно. Интересно, а в Амстердаме вообще много добросовестных преступников? А добросовестные это вообще какие? И вот тогда будет там счастье. Все под чутким руководством государства, с акцизными марочками, сертификатами качества и указанием точного состава. И только так Амстердам сможет искоренить преступность и все, что с ней связано. Также, с учетом того, что, опять же, по ее словам, уровень продаж и отмывания бабла там такой, что Амстердам чуть ли не европейской столицей считается, то и доходы в бюджет будут баснословными. И город не только своих пенсионеров и социалку обеспечить сможет, ну и пол Евросоюза. А что вот по поводу вреда здоровья от инициатив таких? Ну так, друзья, не торопитесь. Ну что вы, новости от голландских ученых публикуются по пятницам или по четвергам. А, не, по четвергам от британских. Отличного дня. Пока.